Под меоди баяна с песнями и за одним столом. Самые опытные хозяйки ощипывают гусей. Тех, кто помоложе, раскидывая перья, идут к речке. Так принято, тушки нужно ополоснуть. Мужчины в это время разделывают новогодний деликатес. Ощипывание гусей настолько пришлось по нраву казанцам, что все сразу достали мобильный телефон. И до оператора мне даже не добраться. Национальный праздник идет в тренды. Это исконно сельский праздник, а потому столица – это скорее инструкция по проведению казу-массе и шоу для туристов. Конечно, это будет суперинтересно для туристов, которые не приезжают сюда и хотят увидеть что-то очень-очень настоящее, очень-очень древнее. Гусиное перо в этом случае отвечает на все запросы туристов. Ощипывание сопровождается танцами, конкурсами и, конечно, угощениями из гусиного масла. Я сам вырос в деревне. Этот праздник мне очень нравится. Ну, вспоминаю молодость. Это же наши истоки, наши обычаи. Дети, молодежь должны видеть. Я взрослая женщина, я-то как бы это пережила, я видела, я участвовала сама. Я очень жалею, что маму свою не привела сюда, потому что она бы окунулась в это и получила бы, наверное, истинное удовольствие. Поэтому я прям в восторге. Молодцы, конечно. Надо повторить. Повторить уже только в следующем году. Гусиное перо ознаменует первый ледостав. Согревались сегодня гости и хозяева праздника чаем из самовара. Слават Мухмадуллин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Слават Мухмадуллин, ТНВ, Казань.